Улица Большая, дом 100. Женщина-водитель красный Киарио, не убедившись в отсутствии помех, выезжает со двора и перегораживает проезжую часть. Прямо в бок ей прилетает серебристый Шевроле, следующий по своей полосе и с преимуществом главной дороги. В салоне этого авто дети. Трагедии удается избежать в самый последний момент. Из травм только ушибы. В этом дорожно-транспортном происшествии дети получили лишь легкие телесные повреждения. Возможно, это обусловлено тем, что они перевозились в детских удерживающих устройствах и были пристегнуты соответствующим образом. Если бы дети перевозились с нарушением правил перевозки детей, последствия такого ДТП могли бы быть гораздо более серьезными. А это уже улица Октябрьская, район дома номер 5. 40-летний рязанец на автомобиле Киа Спектра сбивает 11-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. С тяжелыми травмами пострадавший госпитализирован. Ситуаций таких сегодня много, скажете вы, и будете неправы. Статистика утверждает, ДТП в Рязани стало меньше. Может быть, виной тому весенний коронавирусный локдаун, когда люди просто не садились за руль, а может быть, дело в профилактике? В текущем году госавтоинспекция Рязанской области фиксирует снижение количества дорожно-транспортных происшествий, а также пострадавших и погибших в них участников дорожного движения. Это обусловлено мерами, которые принимает госавтоинспекция, направлено на снижение аварийности. Вообще, примерно в общих числах аварийность в этом году снизилась примерно на 10%. Меры по снижению аварийности – это еще и рейды против нетрезвых водителей. В области их проводят каждые выходные, а иногда и в начале недели. Только 2 декабря в сети автоинспекторов попались шестеро таких лихачей. Следующая проверка на дорогах – через пару дней. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».